В начале мероприятия отдельно затронут вход противодействия нашей страны пандемии. В частности, отмечено, что число случаев заражения COVID-19 превысило 18700. Ситуация остается серьезной. Растет число больных в тяжелом состоянии, заявил глава государства. Вместе с коронавирусом учащаются случаи пневмонии. За последние 10 дней было проведено 4 селекторных совещания. Хакимам, министрам и другим ответственным руководителям даны соответствующие поручения по созданию дополнительных лечебных мест, системной организации лечения бессимптомных больных на дому, обеспечению их необходимыми медикаментами и продуктами питания, а также совершенствованию системы скорой помощи. Сегодня мы заслушаем их доклады. Говоря про деланное до настоящего времени работе, президент Шавкат Мерзиёев подчеркнул, что в последние дни для лечения коронавируса по республике было выделено 46,5 тысяч дополнительных коек. И ведется работа по подготовке еще 31 тысячи. Закуплено дополнительно 397 машин скорой помощи. В течение месяца будет доставлено на места еще 409 машин. С учетом международного и накопленного у нас в стране опыта, были обновлены стратегии и тактика лечения коронавируса, отметил президент. В общей сложности 5 тысяч врачей и 9 тысяч медсестер, включая профессоров и преподавателей медицинских вузов и колледжей, научных сотрудников и специалистов на пенсии, были привлечены к лечению и консультированию пациентов. Здесь я хочу поблагодарить наших самоотверженных врачей, которые, рискуя жизнью и здоровьем, отважно борются с этой болезнью. Сегодня я подписал указ о присвоении почетных званий, награждения орденами и медалями группы медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел, Министерства обороны по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, которые проявили яркий образец мужества в деле охраны здоровья и сохранения жизни населения, сдерживания, распространения инфекции, отметил глава государства. Подчеркнуто, что таких награждений будет еще много. Все медицинские работники, которые не жалея себя, трудятся в этой борьбе, безусловно, будут достойно вознаграждены. Мы привлекаем в борьбу с инфекцией не только наших специалистов, но и ведущих профессоров и экспертов из рубежа, которые консультируют посредством видеоконференц-связи, сказал президент. В настоящее время профессор медицины из Германии прибыл в нашу страну и принимает непосредственное участие в лечении больных. Сегодня прибудет группа профессоров из Турции. Работаем над привлечением самых опытных профессоров из других стран. Как отметил глава государства, важнейшая задача на сегодня разорвать цепь распространения вируса среди населения. Для этого необходимо, безусловно, соблюдать требования карантина, укреплять иммунитет, беречь здоровье, бороться за жизнь каждого человека. В связи с этим, а также в целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов, президент согласился с предложением Республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений. При этом следует взять за повседневное правило идеи борьба с пандемией – дело совести каждого из нас. Прежде всего, я сам несу ответственность за свое здоровье, здоровье своей семьи и детей. Сегодня очень большая ответственность за сдерживание коронавируса лежит на руководителях и сотрудниках хокемиатов, секторов, органов здравоохранения и внутренних дел, активистах МАХАЛИ и представителях старшего поколения. Потому что большинство нашего населения – престарелые дети, женщины – вынуждены сидеть дома. Именно от этих организаций и деятелей зависит обеспечение первостепенных жизненных потребностей, оказание соответствующей медицинской и другой помощи. Если все мы будем работать сплоченно, с чувством ответственности, мы обязательно преодолеем эти сложные испытания. Вновь повторяю, самое важное требование сегодня – научиться жить и работать в условиях пандемии, отметил в частности президент Шавкат Мерзиёев. Затем в формате видеоселекторного совещания были детально обсуждены вопросы дальнейшего развития аграрного сектора республики. Многие вопросы – от обеспечения продовольственной безопасности в стране до получения дополнительного дохода от переработки и экспорта, связанных с развитием сельского хозяйства. Поэтому государством уделяется серьезное внимание коренному реформированию аграрного сектора, внедрению рыночных механизмов, полному задействованию резервов и возможностей, организации производства на основе научного подхода. Наиболее актуальные и перспективные задачи в этой области определены в стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года, утвержденные указом президента от 23 октября 2019 года. Со Всемирным банком достигнута договоренность о реализации проекта по модернизации сельского хозяйства на сумму 500 миллионов долларов. Впервые в истории Узбекистана средства направляются на развитие аграрной науки и инноваций, организацию управления сферой на основе мировых стандартов. Отмечалась важность обеспечения интеграции науки и производства, внедрив в нашей стране используемую в аграрно развитых странах систему знаний и инноваций в сельском хозяйстве. В рамках этого проекта будет в корне обновлена деятельность восьми научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного направления, а также ряда организаций Министерства сельского хозяйства. Они будут оснащены современными лабораториями и оборудованием. На эти цели будут направлены инвестиции в размере 124 миллионов долларов от Всемирного банка и грант Европейского союза на 2 миллиона долларов. Заместителю премьер-министра поручено провести совместно с международными экспертами углубленный анализ деятельности исследовательских институтов и утвердить для каждого из них отдельную дорожную карту по совершенствованию деятельности. Подчеркнута важность привлечения в эти учреждения специалистов с современными знаниями, способными внедрять научные инновации в производство. Министерство сельского хозяйства, правильно пользуясь этой возможностью, должно полностью отказаться от устаревших методов работы и перейти к более качественному обслуживанию фермеров, расширять новые виды сервиса. Одним словом, деятельность Министерства и его подведомственных организаций необходимо трансформировать, сказал президент. Отмечена эффективность проектов с использованием цифровых технологий. Обсужден ход работ в этом направлении. Отечественная плодо-овощная отрасль имеет большой потенциал. На поддержку деятельности кооперативов и кластеров в этой сфере планируется выделить 212 миллионов долларов. Глава государства подчеркнул, что плодо-овощные кластеры должны стать основным драйвером в обеспечении внутреннего рынка недорогой продукции, внедрении системы от поля до потребителя. В связи с этим указана на необходимость разработки проектов, нацеленных на увеличение прибыли за счет расширения возможностей переработки, хранения и экспорта продукции. Рассмотрены также вопросы специализации районов на заготовку сельскохозяйственной продукции. Примером является Джизакская область, которой намечено в следующие три года освоить около 120 тысяч гектаров земли, разбить сады и виноградники, начать выращивание маслящих культур. Отмечалось, что необходимо постепенно внедрять этот опыт во всех регионах, наладить в каждом районе выращивание не более трех-четырех экспортоориентированных и высокодоходных видов продукции. Поручено создать к концу 2021 года интенсивные сады и плантации площадью 3 тысячи гектаров, распределить населению на основе нового порядка участки по одному-полтора гектара и обеспечить за счет этого занятость двух-двух с половиной тысяч семей. Вопросы рационального использования воды также рассмотрены на совещании. Приоритетные работы в этом направлении определены в концепции развития водного хозяйства на 2020 и 2030 годы, утвержденной указом президента от 10 июля текущего года. В частности, поставлена цель достичь экономии 7 миллиардов кубометров воды в год за счет повышения коэффициента полезного действия каналов и внедрения водосберегающих технологий на 2 миллиона гектаров, в том числе капельного рашения на 600 тысяч гектаров. Концепция предусматривает также сокращение потребления электроэнергии на 2 миллиарда киловатт-часов за счет внедрения цифровых технологий. Подчеркнуто, что Министерство водного хозяйства должно обеспечить своевременное выполнение указанных задач, привлечь международных экспертов и работать по-новому. Дано указание по разработке программных продуктов для полной цифровизации отрасли к 2025 году, включая контроль и учет потребления воды в режиме онлайн. На совещании затронуты вопросы своевременной реализации агротехнических мероприятий по выращиванию хлопчатника и посадке повторных культур. В целом, соответствующие постановления по коренному реформированию сельского хозяйства и широкому внедрению рыночной экономики в сфере уже приняты. Приоритетные задачи поставлены. Их исполнение – важнейший вопрос, влияющий на продовольственную безопасность страны. Самое главное – на настроение и качество жизни нашего народа, сказал президент. На видеоселекторном совещании глава государства выразил особую благодарность зерноводам республики, поднявшим высокий урожай колоссовых. На видеоселекторном совещании ответственные лица сферы и хакимы представили информацию об организации исполнения поручений, мерах по устранению отмеченных недостатков.